Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим о том, как создать и развить успешный барбершоп. Ну что ж, друзья, погнали! Когда речь заходит об успешном барбершопе, что мы имеем в виду? Ну, конечно, показателем любого бизнеса является выручка. Соответственно, выручки у нас могут быть в зависимости от регионов, соответственно, да, и от цен, установленных в филиале. Допустим, у кого-то потолком будет миллион, у кого-то потолком будет два миллиона, три миллиона. Зависит только от цен, от количества мест. Поэтому брать какую-то цифру серии полтора-два миллиона будет, ну, довольно условным понятием. Ну, допустим, давайте возьмем выручку, ну, такую нормальную выручку барбершопа, хорошую, где-то там в Москве-Московской области, в два миллиона рублей. Это, ну, нормальная выручка для барбершопа. Если мы говорим, там, о ценовой политике, там, 1800-2000, допустим, за стрижку. То есть, это плюс-минус, вот, на четыре кресла такая математика вполне себе сходится. Будем считать его успешным. Как нам создать такое? У нас есть несколько веток развития. Первая ветка развития, это моя, которую я предлагаю. Вторая ветка развития, это та, о которой идут все остальные, на самом деле. И, открою небольшую тайну, так как у нас франшиза, зачастую мы разрешаем франчайзе страдать подобной херней, потому что она все равно толку никакого не приносит, но людям так гораздо спокойнее. О чем я говорю? Я говорю о том, что в моей вселенной, когда мы развиваем барбершоп, мы не забываем о том, что такое барбершоп. В первую очередь, барбершоп, это что? Это место, куда люди приходят, чтобы подстричься. Это парикмахерская, мужская, где людей стригут. Что в этой парикмахерской у нас напихано? Сначала туда напихали алкоголь, и слава богу, что сейчас его нет. Пандемию как убрали, так и перестали мы его после этого и закупать. Потом туда начали пихать все, что угодно. Допустим, маникюр. Окей, мы сами запускали неоднократно маникюр, потому что маникюр плюс-минус близкая тема, мужчинам он нужен. Но, скажу честно, в большинстве случаев маникюр работает просто сам на себя. То есть, это просто вот как маленькая собачка у дамы, да? То есть, толку никакого не несет, чисто декор. Кто-то ходит, отбивает сам себя, мы клиентам делаем эту доп. услугу, делаем их счастливее, но не более того. Сильно больших денег ты там не заработаешь. Дальше что у нас есть? Эпиляция. В некоторых регионах, особенно там в Сочи, восковая эпиляция приносит хороший чек. Почему? Потому что это является нужным, важным в этом регионе. Много мужчин-кавказцев, у которых все это там зарастает, им это не хочется, чтобы там все это было сильно волосатые руки. Зачастую на эпиляцию приходят спортсмены, бодибилдеры, там пловцы, атлеты. Тоже кому надо удалять эти волосы, им это нужно в спортивных соображениях. У кого-то правда это просто некрасиво, кому-то жарко. У меня, допустим, да, тоже довольно сильно растут волосы на груди, и летом, да, прям жарко. Прям жарко, ты прям чувствуешь это, потому что жарко, волосы эти потеют, у тебя там мокрая футболка, это просто доставляет дискомфорт. Соответственно, это тоже еще имеет место быть. Что у нас идет в остальном? То есть, как мы это делаем? Мы берем регион, смотрим, что в этом регионе есть, смотрим спрос. Допустим, запускаем, тестируем. Если окупает само себя, то окей. Но вложения в подобные допы должны быть минимальны. И в принципе, все допы, я к ним отношусь очень и очень так настороженно. И тему допов мы еще сейчас затронем. Каким путем идут все остальные? Создавая барбершоп мечты, сначала с самого порога вам туда напихивают. Алкоголь, ну ладно, сейчас его меньше. Приставку, обязательно приставка должна быть самая последняя. Аэрохоккей какой-нибудь, или вот это там, футбол на ручках. Мониторы в экране. Мы тоже тестировали эти мониторы возле рабочего места. Когда в экране монитор, толку в нем никакого нет. Вообще ни на что не влияет, ни на выручку, ни на что. Я сейчас говорю, это не с позиции для клиентов. Я говорю, это с позиции бизнеса. С позиции бизнеса, друзья, давайте говорить открыто. Многие из вас меня смотрят как парикмахера. Многие смотрят как блогера. Кто-то смотрит как предпринимателя. И мы сейчас говорим о предпринимательской деятельности. Здесь любое действие должно приносить выручку. Ну да, вот такой мир, вот такая суровая жизнь. Вот так это несправедливо, оскал капитализма. Если мы делаем клиента счастливым и повышаем его комфорт, и за счет этого он к нам чаще ходит, допустим, или дольше ходит, то это повышение выручки, мы на это идем. Если мы делаем что-то, на что тратим деньги, но это ни на что не влияет, то это глупость. Это даже не глупость, это тупость. И, соответственно, это просто выброшенные куда-то в воздух деньги. Мы говорим сейчас об этом. Соответственно, вот эти экраны, мониторы и все остальное, это вот то, что мы оснащение делаем. Дальше начинается поток извращений. Какие идеи я видел и какие идеи я вот дал реализовать, чтобы увидеть, что они не работают, какие идеи я все-таки не допустил реализовать? Пойдем по топу. Первое. Солярий. Раз, наверное, семь. Мне предлагали, давай откроем солярий в барбершопе. Я говорю, как ты себе это представляешь? То есть я пришел сделать бороду, пошел разделся, надел вот эти наглазники, в трусах встал вот это вот, да, немножко озонировался, то есть все, и пошел дальше оделся и пошел куда-то. Так ты себе это представляешь? Да, мы можем поставить солярий, ни у кого нет солярия. Я начинаю разговаривать с человеком, говорю, ты понимаешь, что такое солярий? Тебе нужно будет менять лампы, у них срок обслуживания определенный, тебе нужно за этим будет следить. Купишь бэушный солярий, люди не будут нормально загорать от него. Это довольно дорогое удовольствие, и у тебя не будет пользоваться спросом. Нет, будет пользоваться. Я говорю, ну с чего ты взял, что будет? Окей, солярий я не пропустил. Дальше, следующим путем у нас что было? Массаж лица. На руки надеваются массажеры, у нас идет массаж лица. Массаж шейно-воротниковой зоны. Массаж еще чего-то. Мне кажется, уже скоро какие-то особо умные, в кавычках, владельцы барбершопов придумают себе массаж простаты клиентам делать, для того, чтобы вот прям было хорошо, чтобы ему понравилось. Я не удивлюсь. Нет, серьезно, почему бы и нет? Дальше начинаются косметологические аппараты, дальше начинается еще что-то, вот это все остальное. Это я говорю о том, друзья, как делать не нужно. Почему? Это все делается ровно в том моменте, когда, если мы говорим о выручке в 2 миллиона, да? Когда выручка 1400, 400-500, вот там. В моем понимании, ты вот это все извращение можешь делать, когда у тебя выручка 2 миллиона, когда у тебя выручка, у тебя, допустим, максимальный поток 2 200, ты 2 миллиона делаешь, 2 100, у тебя уже больше, ну просто все, ты уже не можешь выработать свой ресурс, и ты начинаешь придумывать что-то, чтобы уже как-то, да, вот у тебя повысился чек, появилась новая статья доходов, откуда ты можешь извлекать прибыль. Это понятно, но когда у тебя еще твой потенциал реализован только, дай бог, на 20%, ты начинаешь лезть вот туда. Почему этого делать нельзя? Я, в принципе, не запрещаю это делать, потому что на эту херню, как правило, тратят деньги сами франчайзи, я им объясняю все риски, но они все равно хотят это сделать, я всегда говорю, что проще дать чеку научиться. Соответственно, почему не надо это делать? Барбершоп зарабатывает на парикмахерских услугах, это детская стрижка, мужская стрижка, стрижка бороды, комплексная стрижка, и все, остальное это вариации уже. Есть маленький процент допов, который у нас туда напихан, это черная маска, эпиляция воском, и то эпиляция воском полезная вещь, волосы в носу, на ушах, между бровей. Черная маска, ну это так себе, просто вот попробовать иногда периодически, кому-то она, правда, подходит, кому-то помогает, в основном это непопулярные услуги. И что мы имеем? Вот этими услугами мы должны работать только с ними, предлагать их, продавать их, продавать для них косметику, завлекать клиента вернуться к нам больше раз, то есть ни три раза, ни два, 10, 20, придумывать программы лояльности, придумывать для него интерактив, туда все это внедрять. Вот это мы должны делать. Зарабатывать на том, для чего мы открыты. Это, представляете, вы приходите в ресторан, в хинкальную, ну допустим, вы приходите в хинкальную, садитесь, говорите, я бы хотел поесть хинкали, вам говорят, отлично, вот хинкали, а мы вам сейчас еще помассируем шею, сейчас мы вам еще подстрижем уши, вот смотрите, у нас огнем, огнем жарят яйца в воздухе, вот так, вот так, турки работают, вот как круто. Еще медведь на велосипеде вокруг катается, и вы такие смотрите, говорит, ты что, дебил? Мне зачем вот это все нужно? А что у нас еще происходит? С точки зрения даже не клиента, с точки зрения бизнеса, я вам сейчас расскажу. У нас там больше 200 человек в сети работает, я всех, да, управляющих, владельцев знаю, я просто видел это, уже ребята там больше 200 салонов, кто учился, я это все уже вот прорабатывал с ними. Что происходит дальше? У вас появилась гениальная идея. Сейчас мы будем делать лазерную шлифовку лица. Вот у нас есть лазерный аппарат косметологический, там, ну ладно, не шлифовку, ну там, пускай у нас будет там, допустим, да, вакуумная очистка пор лица, вот у нас появился этот аппарат. Что вы делаете? У вас есть услуги, допустим, в нормальном мире приходит клиент, вы его стрижете, предлагаете ему, допустим, как у нас, бесплатную окантовку, объясняете о том, что нужно прийти, будет там через месяц, вы все это прострижете, вот вам на следующий визит, допустим, там, скидка, акция, либо вот вам косметика для стрижки, вот вам то-то-то-то-то-то-то. Так как ваш персонал будет все-таки периодически забывать о чем-то напомнить, напомнить про окантовку, что-то сделать, вы все свое внимание нацеливаете на то, чтобы клиенту предлагать парикмахерские услуги, потому что он пришел в парикмахерскую, это нормально, и услуги нужно предлагать те, которые ему нужны. Все, окей, мы это все делаем, мы потихонечку, планомерно растем, люди к нам ходят, как в хорошую, нормальную парикмахерскую, ну, в принципе, наши рейтинги об этом и говорят. Но! Тут у вас появился суперчудо-аппарат, он стоит белый, красивый такой, за 400 тысяч купленный, вот он такой, ух, прям манит вас, он вам покоя не даст, сразу он говорил, он не даст покоя вам никогда, то самое Эльдорадо, это клондайк денег, который сейчас у вас будет, и что все мужчины будут сидеть и по очереди отсасывать жир у себя с лица. Вот прям так оно и будет, вот точно. А почему бы и нет? Вы начинаете всем говорить о том, что предлагая вот эту услугу, ваши мастера будут вместо того, чтобы заниматься парикмахерскими услугами, будут предлагать вот эту херню, которая у вас там где-то стоит. Согласятся на эту херню, дай бог пару процентов человек. Показательный момент, у нас был общий сбор франчайзи, я взял специально. По всей сети ребята вводили допы, там парафинотерапия для рук, господи, это мой топ, наверное, никогда не забыл. К счастью для волос, чистка лица, там какое-то омоложение волос. Вот когда приходят вот эти, я их называю волосяные барьи, которые приходят в салоны красные серии, купите наши чудо-средства, мы поможем. И окей, это все работает в женских салонах красные, они всякую дичь покупают. И они вот это все напихали, я взял все эти моменты. Кератиновое выпрямление, там все-все-все-все прочее. Взял все эти моменты и вынес в таблицу, без указания филиал. Вот у нас идет таблица, где указано количество доп.услуг, количество стрижек, и отдельно прям процент выручки и процент услуг. То есть какой процент клиентов, в принципе, пользуется доп.услугой. Какой? И мы начали смотреть. Анонимно, насколько это возможно, каждый видел, что понимал, что это о нем, но кто о ком, в принципе, и не знал. Перед этим, я всегда люблю такие небольшие интриги, я говорю, ребята, давайте скажем, как по-вашему средний чек или какой процент занимают доп.услуги. И все мне начали, хотя это открытая информация в нашей сети, все мне начали говорить, там 20%, у нас там 10% выручки, у нас там 30% выручки, это вот наши допы, наши аппараты. Больше 2% не набрала ни одна услуга. В комплексе 2%, 0,7%, 1,2%, 1,7%, 2% всего клиентов покупают вот эти все доп.услуги. Зачем они нужны? Но, почему я говорю о том, что это важно? Можно было бы назвать этот ролик просто из серии «Не вводите доп.услуги». Ну и все, ребята посмотрели. Конец. Проблема гораздо глубже. Фокус внимания руководителя – это самое главное. То, чем занимается руководитель, то, куда он смотрит в плане бизнес-процессов, то, что он отстраивает, это его основная задача. Когда руководитель не отстраивает основные опорные процессы, это работа персонала там, для чего предназначено это заведение, а страдает херней, у нас проседают основные бизнес-процессы, у нас проседают стрижки, у нас проседают возвраты и все тому подобное. Когда мы говорим об успешном барбершопе, первое – убираем все вот эти влажные фантазии о том, что только вы один, единственный, уникальный, такой неповторимый догадались. Как же сейчас вот быть уникальным? Открою тайну. Давайте говорить открыто, друзья. Я надеюсь, меня смотрят предприниматели. Всем насрать на вашу уникальность. Вы ни в чем не уникальны. И никого вы этим не удивите в 2023 году своими лазерными эпиляциями, парафинотерапией или массажем шеи. Вообще никого не удивите. Убираем все это вон и смотрим, для чего вы открыли свое заведение. Вы открыли, чтобы стричь людей, делать их красивыми, они возвращались, приносили вам за это деньги. Смотрим, что мы можем делать. Мы можем улучшать качество стрижки, мы можем предлагать акции, мы можем предлагать новый ассортимент косметики для укладки, мы можем предлагать людям средства для бороды, мы можем предлагать им эпиляцию воском. Окей. Что нам нужно? Нам нужно сделать так, чтобы мы клиента не доставали навязчиво, но были в его фокусе внимания. Мы ему звоним, напоминаем. То есть мы, допустим, что лучше админу сделать? Позвонить клиенту и напомнить о том, что ему пора постричься, либо предлагать всем подряд там ваш отпариватель порт. И в утопической франчайзе или утопический предприниматель скажет, ха, да я админу напишу, и чтобы он и то, и то делал. Но надо понимать, что мы работаем с персоналом, и вы можете написать сколько угодно, но тем не менее не факт, что это будет выполнено, потому что если у человека много задач, он что-то да забудет. Эффективно он справляется с тремя задачами. Четыре он уже начинает терять эффективность. Все. Соответственно, у вашего администратора должно быть максимум четыре задачи. У него четыре задачи. Это консультация по телефону, консультация клиента, который уходит, расчет клиента и, в принципе, встреча. Все. Поддержание порядка, чистоты. Максимум это может быть его задача, если мы все скрипты объединяем в один. Не более того. А если вы туда пихаете в скрипты кучу всего разного, не относящегося к делу, у него будет идти расфокус, у персонала будет идти расфокус. Поэтому мы все берем, кратко подытоживаем, все сосредотачиваемся только насчет стрижек. Стрижки это инструмент. Что у нас главное? Главное в нашем бизнесе довольный клиент. Что это значит? Что клиент не всегда доволен, если вы хорошо его подстригли, откроют страшную тайну, о чем многие не понимают. Вот правда. Я когда работал барбером, я прям видел, что я стригу стрижки, которые мне не нравятся, но их просят клиенты, и они счастливы, и они ко мне ходят стричься. Поэтому хорошая стрижка не равно довольный клиент. Бывает стрижка плохая, но клиент доволен. Бывает стрижка хорошая, а клиент недоволен. Почему это происходит? Даже если стрижка понравилась, не понравилась, как барбер разговаривал, администратор там сквозь зубы разговаривал, а день у нее был плохой, вот запах не понравился в барбершопе, там курили на крыльце стояли, у человека аллергия на дым. Много таких моментов, много таких нюансов, где-то, да, оно бывает, все это понятно. Поэтому наша задача создать место, в котором мы будем думать о клиенте, а не о своих хотелках каких-то, а не о том, что мы хотим здесь эту картину или все тому подобное. Большинство предпринимателей делают барбершоп для себя. Они делают салон красоты или барбершоп для себя, чтобы им нравилось. Нам должно, не нам нравится, должно нравиться клиенту. Если клиенты у вас хотите, проведите опрос, повесьте опросник, скажите, поучаствуйте в опросе, вот у нас гугл формочка, вот у нас куар-кодик, поучаствуйте в опросе, у вас будет скидка 15% на следующий визит. Хотите ли вы видеть здесь вакуумный отпариватель для лица? И все. Либо предложите свой вариант. И вы увидите, что люди вам предлагают. Вы у своих клиентов можете спросить. Вот так работает бизнес, а не то, что я хочу, я придумал. Поэтому, друзья, формула успешного барбершопа, это работа с персоналом в том ключе, для которого он создан. То есть мы должны прокачивать только парикмахерские услуги и прокачивать удовольствие клиентов от посещения нашего заведения. Как его оценить? Провести опрос. Собрать просто опрос. Оцените качество ослуживания. Оцените вероятность вашего возврата. Оцените, допустим, от 1 до 10, порекомендуете ли вы нас своим друзьям и знакомым. Соберите опрос, и вы увидите, что нужно людям. Друзья, это формула успеха, потому что у нас в сети закрытых филиалов нету. Мы не разорялись, и клиенты у нас жалобы не пишут, рейтинги не падают, рейтинги везде довольно высокие. Поэтому, друзья, я рекомендую вам к ней прислушаться. Также, друзья, если у вас нет еще барбершопа, и вы только подумываете об открытии, очень хорошо подумаете о том, хотите ли вы набивать шишки себе самостоятельно, либо вы хотите открыться как часть нашей команды, где вам, в принципе, все расскажут, все подскажут, и уже поделятся опытом, который есть во всех регионах нашей страны, в любых условиях открытия бизнеса. Сайт с франшизой есть в описании. Пишем комментарии, друзья, согласны вы с этим выпуском или нет. Также ставим палец вверх. И до встречи в следующих выпусках.